Всем привет! Продолжаем смотреть картины известных художников Хендрих Терхбрюген. Нидерландский живописец. Имя этого художника по праву стоит в ряду выдающихся живописцев Голландии 17 века. Искусство художника относится к наиболее ярким проявлениям карваджизма в голландской живописи. Я пользуюсь Википедией и скачал картину, которую можно посмотреть. Посмотрите, пожалуйста. Место рождения будущего художника предположительно. Семья, по предположению, жила в Гаге в начале 1590-х годов. Семья переехала в Утрехт, а в 13-летнем возрасте мальчик начал учиться живописи, испытал влияние манеризма. По примеру старшего поколения, для завершения образования художник отправился в Италию, где провел 10 лет с 1604 по 1614 год. Приехал в Рим совершенствоваться в искусстве. По предположению, опять же, познакомился с Рубинсом Караваджо. Изучал мастерство караваджо, как и работы итальянских караваджистов Араццо Джентилески. На изобразительную манеру Терберюгина в Урея, а также Аннибале Карачи, это соперник Караваджо. Доминикино Гивидарея, известный художник. По возвращении через Милан в Швейцарию, Утрехт работал вместе Ван Хонхорстом и другими утрехтскими караваджистами. Принято в гильдию Святого Луки в 1616 году, то есть после двух лет по возвращении из Италии. В этом же году и женился. В 1626 году приобрел большой дом. Встречался с Рубинсом в 1627 году, приехавшим в Утрехт, и умер во время чугной эпидемии. Живопись Терберюгина отличается глубокой меланхоличностью и драматической силой. А Рубинс считал его лучшим из мастеров Утрехта. Работы Терберюгина представлены в крупнейших музеях Европы и США. Кстати, в 2009 году «Наука Сауни Сотби» — одна из работ, она называлась «Волынщик», была продана за 10,2 миллиона долларов. Представьте, четыре. Одним из лучших мастеров Северного Квараджиста его называли, сравнивая с Барбюрином и Хонхорстом. Он не создал своей школы, однако работы художники оказали большое влияние на становление Бель-Лерта, Брамера, Ливинса и даже Жоржа де Латура, которым наизусть создавал название работ Хендрика Яна Терберюгина и следовало его идеям. Надо сказать, что более взрослой работой, в кавычках, демонстрируется уже собственный стиль, где смешивается итальянская контрастная живопись и голландская школа с укрупненным ближним планом. Черный тон становится более нейтральным, а в дополнение художник использует более мягкие оттенки, сизый павалу, так написано в Египедии. Зрелое творчество художника отмечено большой ценностью. Терберюгин писал картины на религиозный сюжет, поясные однофигурные композиции, ну или сцены с несколькими персонажами, изображающими игру в карты, концерты, кавалеров с бокалами вина, женщин, музыкальными инструментами и с бокалами. Они молодые, жизнерадостные, они как будто приглашают разделить их веселье. И естественно, с точки зрения того времени, с точки зрения протестантской морали, заслуживает осуждение. Поэтому во многих картинах голландских карваджистов видели аллегорию порочной жизни. Для живописи Терберюгина, как для всех карваджистов, очень характерна активная роль света. Он трактовал свет в более жанровом, интимном характере. В отличие от большинства карваджистов, художник часто обращался к солнечному дневному освещению. Разрабатывая ему карваджистами проблемы освещения, подчеркивающие эмоциональную выразительность картины, подхватили художники детской школы Иоанн Вермен и Абрицов. Ну вот, наверное, и все, что я нашел в интернете, в Википедии. Вот картины посмотрите. Надо сказать, что умер он во время чумной эпидемии в возрасте 41 года, 1629 году. Вот такая биография работы Хенрика Тербрюгена, нидерландского живописца. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим картины. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok